МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация по-прежнему осталась в том же самом положении, как и в прошлом году, не изменилась в лучшую сторону. Все так же делаются закладки, так же приходят люди, собирают их. В прошлом году от СНТ Перелески пришло коллективное письмо на имя начальника регионального ОМВД с просьбой о помощи. В этом году дачники вынуждены написать в полицию новое обращение. Мы написали повторное коллективное письмо в январе месяце на имя генерала ОМВД по Тверской области. И хотелось бы отметить, что буквально через несколько дней сотрудники полиции вышли со мной на контакт, провели рейды. И даже кого-то задержали? Да, и даже вроде кого-то задержали, но ситуация все равно остается довольно-таки плачевная. Вот что представляет сейчас тропа к дачному кооперативу. Копали и в снегопад, и в морозы. Копали, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Сегодня вот получил официальный ответ от начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, в котором они обещают и в дальнейшем проводить рейды и направить дополнительные наряды патрульно-постовой службы для контроля за ситуацией. Ну, надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям ситуация к дачному сезону изменится в лучшую сторону, потому что сейчас с наступлением темноты, особенно выходные дни, по лесу довольно страшно ходить. Люди бьют тревогу. Скоро начало дачного сезона. Дорога от остановки до дачного дома опасна. На территории СНТ Перелески проживают постоянно несколько десятков семей. И сейчас начнется дачный сезон, и количество народу будет только увеличиться с каждым днем. Поэтому хотелось бы изменить ситуацию до начала дачного сезона. О противодействии наркотикам мы постоянно говорим в программе «Тема дня». Вот фрагмент недавнего выпуска программы. Февраль 23-го года. Я бы хотел отметить, что в случае выявления таких лиц необходимо а, незамедлительно звонить в полицию, и б, не предпринимать мер к самостоятельному задержанию. Самостоятельно даже делать. Человек может очень агрессивно отреагировать, нанести травмы, создать какую-то конфликтную ситуацию, и свидетель может пострадать. Предпринимать меру к видеофиксации, к доступными способами зафиксировать приметы злоумышленника, запомнить, на каком транспортном средстве он передвигается, с кем он был, запомнить точное время. И нередки случаи, когда в процессе длительных оперативно-следственных мероприятий лица, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков и о которых сообщили граждане, задерживаются. Фиксируйте незаконные факты. Не проходите мимо и сообщайте в полицию. Еще раз напоминаем телефон правоохранителей. 0-2.